Республиканский чемпионат военно-воздушных сил, войск противовоздушной обороны по стрельбе традиция, которой уже не много, не мало 10 лет. Турнир такого уровня – отличный шанс для каждого военнослужащего – проверить себя, посостязаться в ряду сильнейших. Нынешний чемпионат стал показательным. Масштаб мероприятия плюс рекордные для соревнований 17 команд, составе которых 102 участника – красноречивое свидетельство того, насколько высок уровень турнира. Церемония открытия соревнований подчеркнула этот факт. Поддержать военнослужащих приехали именитые спортсмены, представители местной вертикали власти, Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Брестской области, а также БРСМ. Гости мероприятия вручили участникам подарки в память о встрече. Накануне не только трофей турнира, но и возможность отстаивать честь своего подразделения. Победители республиканского чемпионата будут представить войска противовоздушной обороны на соревнованиях среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси, которые пройдут через считанные дни. Отрадно, что в этих соревнованиях принимают участие и женщины. Это говорит о том, что женщины сегодня имеют тоже высокий уровень подготовки профессиональной. В выполнении стрельб из личного оружия. И причем на равных соревнуются с мужчинами, показывают очень высокие результаты. Вчера состоялся первый этап в выполнении упражнения ПМ-3. И женщины заняли тоже достойные места. Место проведения чемпионата неизменно. Стрельбище 115-го зенитного ракетного полка давно зарекомендовало себя как отличная учебная база. К слову, здесь проходят городские и областные соревнования между представителями силовых структур. Отличные условия для тренировок способствуют высоким результатам. Военнослужащие данного подразделения – неизменные призеры турнира. В практической стрельбе неоднократно превосходил других участников военнослужащий 115-го зенитного ракетного полка Антон Ермаков. Свой успех чемпион прошлого года решил повторить на нынешних соревнованиях. Надеюсь повторить этап, переживаю очень сильно. Нужны такие соревнования, дабы здесь открывается, во-первых, на практике все то, что невозможно на занятиях, где-то на каких-то учениях отработать. Адреналин, в конце концов, добавляется больше реалистичности. На втором этапе турнира вынослужащие выполняли упражнения из автомата Калашникова. На третьем состязались в практической стрельбе. Предтурнирная подготовка велась крайне серьезно, однако каждое состязание для спортсмена непредсказуемо. Результат зависит от множества факторов. Соревновательная составляющая, конечно же, она вносит сюда элемент психологический. То есть, на тренировках ты можешь попадать 100 очков из 100 возможных. Выходишь на соревнования и от 100 очков остается 15. Это психологическая устойчивость, психологическая уверенность, что тоже необходимо военнослужащему в его профессиональной деятельности. Огневая подготовка – элемент общевойсковой подготовки защитников неба. Соревнования по стрельбе – отличный шанс для них проверить себя. Высокий класс демонстрировали брестские солдаты на протяжении двух этапов чемпионата. Такое начало – верный путь к успеху и победному финалу. Традиционно чемпионами в войсках ВСПО становится наш полк. Поэтому пока на первом этапе тоже мы впереди. Время покажет. Мы готовы.